Вашему вниманию представляется доклад на тему вопрос «Копическая или открытая простата-эктомия. Анализ эффективности, оценки и сравнение полученных результатов». Онкологическая ситуация по раку предстательной железы в структуре заболеваемости рак простаты занимает второе место. Смертность от рака предстательной железы составляет 2,9%. Смертность онкологических заболеваний в 45-летнем возрасте диагностируется примерно в 10 из 100 тысяч мужчин рак простаты и в 75 лет заболеваний значительно выше – 1400 на 100 тысяч мужчин. Структура онкологических заболеваний мужского населения в Омской области. Рак предстательной железы стабильно занимает второе место в нашем регионе после рака легкого и в 2022 году составил 15,6%. Заболеваемость и смертность. Заболеваемость составила 74,2% на 2022 год. Здесь на графике видно, что в 2020 году заболеваемость снизилась до 51,3%. Но мы все понимаем, что это, скорее всего, коррективы внесла пандемия COVID-19, а не истинные цифры. Смертность остается практически на одном и том же уровне, составляет 17,7% на 2022 год. По стадиям локализованной формы выявляется у нас более 50% уже много лет, и на 2022 год эта цифра составила 64%. Третья стадия с некоторым снижением в 2022 году до 11,6%. И четвертая стадия сохраняется в пределах 20% с приростом небольшим в 2022 году 23,6%. История о партископической простатомии растянулась на 10 лет. В 1991 году была предложена впервые выполнена партископическая простатомия, которая не получила широкого применения ввиду сложности техники выполнения длительности операции. Затем в этом же году была выполнена экстраперитонавоскопическая простатомия. В 1993 году был описан доступ к семянным пузырькам. В 1997 году Гастон модифицировал партископический доступ к семянным пузырькам, используя эту модификацию. Валенсиан в 1998 году описал технику транспертониальной антеградной партископической простатомии. С последующим названа техника Монсорис, которая по большому счету и прижилась во всем мире. После чего другой партископический центр предложил вариант, очень похожий на эту методику. Эти два метода были равносильны по показателям хирургическим. В 1999 году Росвайлер разработал технику электрогадной папроскопической простатомии. Названа она была Хилброн. В 2001 году Болин с коллегами стандартизировали технику экстрапертониальной папроскопической простатомии, основываясь на своем опыте выполнения данной операции транспертониальным доступом. И по мере накопления простатомия стало рутинным методом лечения. История папроскопической простатомии в городе Омске несколько проще оказалась. Валерий Иванович Шрекорад в 2018 году в июне приехал и показал нам, как это нужно делать. Дали обучение в клиническом госпитале Абитсена. Неоднократные мастер-классы Дениса Петровича Халдобина дали толчок. И для отронуста в нашем регионе мы начали с 2020 года делать опроскопические простатомии. На сегодняшний день в соотношении открытых и опроскопических операций. В 2022 году нами выполнено 144 нефротомии, из них 109 опроскопических, что составило 76%. Резекция почки 172. Операция была сделана, из них 69 опроскопических, 40%. Адернауэктомия из 63 сделана 52 опроскопических, 83%. Простатомия из 146 выполнена 117 опроскопических, что составило 80%. И в феврале 2023 года была выполнена первая опроскопическая цистектомия в наших условиях. Мы проанализировали результаты лечения 200 больных, получивших различные варианты хирургического лечения. У нас получилось две группы. Это группа после открытой простатомии, 100 пациентов, и после опроскопической простатомии. В этой группе две подгруппы. Одна из них 26 пациентов с экстрапретоноскопической простатомией. И 74 пациента, которым была выполнена транспретоноскопическая простатомия. Дали динамический контроль и сравнительный анализ полученных результатов. ПСА получился в группе открытых операций 17,9, при опроскопических операциях 12,9. Объем представителей железы, как ни странно, у нас оказался одинаковым. В обеих группах составил 36. По ДМИКа пациенты с высоким риском 54% пациентов были в группе открытых операций и 43% пациентов были в группе опроскопических операций. По длительности нахождения в стационаре после открытой операции длительность нахождения пациента была 19 суток. При опроскопической 13 суток на 6 суток, койка день был короче у пациентов после опроскопических операций. Такие самые главные показатели, пожалуй, хирургические. Да, это длительность операции и кровопотеря. Кровопотеря при открытой операции составила 625 мл. Максимальная кровопотеря была 2,5 литра, минимальная 200 мл. И при опроскопических операциях средняя кровопотеря 252 мл, максимальная была 1,5 литра и минимальная 20 мл. Длительность операции в группе открытых операций была 136 минут, максимальная длинная операция была 240 минут и минимальная 70 минут. И в опроскопических операциях 154 минуты, самая длительная операция была 310 минут и минимальная короткая операция 60 минут. На 18 минут в среднем получилась длительность операций в опроскопических больше открытых. Объем лимфодонектомии в группе открытых операций выполнено 63 открытых расширенных лимфодонектомий, в группе опроскопических 56. Извиняюсь, это стандартное. 63 в группе открытых, 56 в опроскопических и 36 случаев было расширенной лимфодонектомии в группе открытых операций и 40% было выполнено расширенных лимфодонектомий у пациентов при опроскопической операции. Индекс массы тела преобладал количеством пациентов с ожирением и избыточной массой тела в группе опроскопической операции, что, пожалуй, стало для многих пациентов шансом получить оперативное вмешательство. По длительности болевого синдрома, после опроскопической операции болевой синдром сохранялся в среднем 2 дня, после открытых 5 дней. Длительность стояния дренажей 5 суток после опроскопической операции, 7 суток после открытой. И длительность дренирования мочевого пузыря 10 после опроскопической и 11 после открытой операции. Чтобы изучить кривовое обучение, мы разделили обе группы на 4 части, 100 операций разделили на 4 части, назвали их первые 25 простатами, вторые 25 простатами, третьи 25 простатами, четвертые. В общем, изучили длительность операции и кровопотерю при открытой воплоскопической операции. Выяснили, что длительность оперативного вмешательства при открытых операциях, при первых 25 простатых томиях, составляла 154 минуты и далее с небольшим снижением до 117. А вот если посмотреть воплоскопические операции, то длительность оперативного вмешательства начиналась в первые 25 простатых томий, 215 минут, и далее, уже когда мы сделали 50 простатых томий, уже третья часть, уже третьи 25 простатых томий, уже были выполнены за 125 минут, и дальше уже это время, в принципе, выровнялось, и было на одном уровне. Кровопотеря при открытых операциях 816 в начале, 564 в конце, и при воплоскопической операции 374 мл было при первых операциях, и уже при последних операциях 171 с значительным снижением. Профилактические континенции. На сегодняшний день этот вопрос о суспензиях, он остаётся актуальным. Суспензия обеспечивает стабильность ротовизикального астамоза, что в свою очередь положительно влияет на восстановление континенции пациентов после операционного периода. На свадьбе представлены такие, наверное, самые ходовые суспензии. Первая суспензия была задняя, предложена Рокко в 2006 году, далее передняя суспензия Токинака, потом в 2008 году Тевари предложил комбинацию Токинака и Тевари, то есть это полная суспензия. Далее Сергей Николаевич Дмитриевич в 2008 году предложил вариант формирования задней суспензии при дефиците фасции Денвилье, и нами далее был предложен вариант формирования задней суспензии, универсальный вариант при различном длине фасции Денвилье. Восстановление фасциальных структур молотаза в нашем диспансере активно применяется, как при открытых, так и при опроскопических операциях. В группе открытых операций 29 пациентов была выполнена методика восстановления фасции Денвилье по нашей методике, и 71 пациент был прооперирован без какой-либо суспензии в группе опроскопических операций. 13 пациентам был выполнен Рокко-Стич, 4 пациента Тевари, 1 пациенту были восстановлены полупростатические связки, 29 пациентам была выполнена задняя передняя суспензия, это Рокко-Плюс восстановление полупростатических связок. В одном случае было выполнено по нашей методике суспензия, и 52 пациента суспензию не получали. В результате на день выписки 20,5% пациентов после открытой операции без суспензии и 20,9% после опроскопической операции без суспензии были континентны. Далее мы сравнили с группой там, где была континентация, мы получили 43% против 44% после опроскопической простатомии. Более чем в два раза пациенты были лучше континента в группе суспензии, независимо от вида операции, открытой или опроскопической. Далее через три месяца 62% и 61% против группы с восстановленными социальными структурами, это 76% и 77%. Таким образом, в обеих группах континентация пациентов была сопоставима как на период выпуска, так и на контроль через три месяца после операции, но была достигнута лучшая континенция с суспензией как при открытой, так и при опроскопической операции. Косметический эффект налицо, все это знают. Немаловажны онкологические результаты, нам удалось оценить пока только 6 месяцев, потому что последние операции были не так давно сделаны. В общем, биохимический рецидив мы получили после открытой простатомии 4, после опроскопической 3. В организации процесса не выявлено ни у одного пациента, R1 при открытой операции 7, при опроскопической 9, и у пациентов выявлены были метастазы в лифовозлах в 6 случаях после открытой операции, в 4 после опроскопической простатомии. И немаловажный такой момент, миграция стадии после опроскопической простатомии 23% и после открытой 21%. Интерплеционное осложнение. В самом начале мы оценивали дугусого пространства, сейчас мы на это не обращаем внимания. В общем, дефект дугусого пространства был в двух случаях. При опроскопической простатомии повреждение мочечточников было по одному случаю в каждой группе. Повреждение прямой кишки – 2 случая было при опроскопии и 5 случаев при открытой операции. Кровочинение – 9, открытые и опроскопические – 2. Лимфостаз. 6 пациентов после опроскопической операции. У двух пациентов лимфостаз был после открытой. Структура ультровизикального настомоза – 3, 2. Несостоятельность ультровизикального настомоза – 5. После опроскопической операции эти операции были при первых 50... Ну, несостоятельность были... Четыре несостоятельности были при выполнении первых 50 простатомий. и несостоятельная стройка вискового анастомоза при открытой операции составила 3 лимфоцелия, 11 при опроскопической операции и 6 при открытой. И кровотечение в послеоперационном периоде, 2 пациента после открытой операции и в одном случае пациент после опроскопической операции. В связи с полученными онкологическими результатами, интероперационными показателями и функциональными данными, вопроскопической и открытой операции являются равными эффективными способами хирургического лечения больных раком предстательной железы. Достоинство вопроскопического доступа – хорошая визуализация анатомических структур ранней реабилитации, менее выраженный болевой синдром в послеоперационном периоде. Косметический эффект определяет перспективность применения метода при лечении рака предстательной железы. С накоплением опыта выполнение вопроскопической простатами значительно сокращается, длительность оперативного вмешательства, объем кровопотери, количество интероперационных и послеоперационных осложнений. Благодарю за внимание. Продолжение следует...